Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, уртолиальный рак при всей своей проблемности, с одной стороны, но это прекрасная иллюстрация того, что, к сожалению, иммунотерапия не сделала большой революции. Поэтому то, что произошло в 80-х годах, когда были предложены схемы МВАК, ничего эффективнее до сих пор пока нет. И это надо четко понимать, потому что начинаешь замечать, что под всей эйфорией современной иммунотерапии именно для рака мочевого пузыря значение МВАК начинает пропадать в головах очень многих специалистов. То есть вот этот фон начинает затмевать реальное положение дел, и это, мне кажется, очень важно. Очень важно сегодня все-таки помнить, что МВАК остается принципиально первой линией лечения уртолиарного рака у пациентов, кому мы можем реально это назначить. И на самом деле основная наша задача, вот онкоурологов, и в том числе урологов, и особенно первичного звена, это как раз сделать так, чтобы все пациенты метастатическим раком мочевого пузыря и в том числе местно распространенным раком мочевого пузыря могли получить МВАК. То есть потому что нарушения у них возникают только потому, в основном, в абсолютном большинстве, что мы очень плохо их и неправильно ведем на всех этапах, и они приходят к этому моменту с выраженными проблемами в осложнениях, то есть с гидронефрозом и с нарушением выделительной функции почки. Это основная проблема, в связи с чем пациенты не получают высокоэффективного лечения, которое им необходимо. И в нашей действительности это в абсолютном большинстве так. Только 5% среди первичного рака мочевого пузыря являются первичными метастатическими. То есть это очень маленькая доля больных, которые реально попадают уже с метастазами для химиотерапии и реально могут быть уже в осложнениях, и мы можем не назначать адекватное лечение. Все остальные ведутся от начальных ранних форм до появления метастазов или до местного распространения, и в том числе мы их запускаем до потери функции почек и других осложнений, которые не позволяют, еще раз повторю, проводить то лечение, которое необходимо. Поэтому, наверное, нормализовав и организовав процесс введения этих пациентов с ранних стадий и на всем протяжении их болезни, возможно, мы гораздо больше привезем пользы, чем делая такие активные шаги, в том числе и в иммунотерапии. Потом достаточно длительный период времени попытка предложения различных препаратов и различных схем гемзарсис-платин и меньшая токсичность, но тем не менее высокодозный МВАК на сегодня не превзошли на схемы, эффективность его выше даже гемзарсис-платин, хотя токсичность, конечно, тоже выше, и поэтому мы всегда сделаем выбор между двумя вариантами лечения. Ну и, естественно, те события, которые произошли с февраля 2017 года, когда мы начали активно, то есть получили информацию и были зарегистрированы результаты соответствующих исследований и был предложен неулумав для лечения рака мочевого пузыря. Конечно, это событие, потому что, ну, по сути, для этих пациентов на тот момент ничего, в принципе, не было. Это вторая линия у пациентов резистентной эксцис-платине, и по большому, кроме фломи, вифлуина и токсанов, мы предложить этим пациентам ничего не могли. И поэтому то, что мы, то, что увидели на этих препаратах, конечно, всех впечатлило, и то, что Эвзия по второй линии зарегистрировала практически все препараты для применения, появился вот этот котел, в котором и продолжают вариться все эти препараты. И на сегодня разворачивается такая картина появления каждый день новых показаний, не новых даже препаратов, а новых показаний, новых комбинаций. И надо понимать, что мы сегодня только в начале пути, потому что каждый день наши рекомендации будут меняться, будут появляться новые результаты, а число исследований этих препаратов, оно просто космическое и растет в космической, то есть такое в прогрессии. И поэтому каждый день мы будем получать новую информацию. И стандарты наши позиции будут меняться практически на глазах. Поэтому сказать, что сейчас целесообразно этим пациентам МВАК, этим пациентам целесообразен МВАК в первой линии. И вот это, наверное, самая основная задача, которая, еще раз повторяю, должна нами на сегодняшний день решаться. Насколько эффективен МВАК? 41% общих ответов, 21% полных. Какой из препаратов демонстрирует подобную же эффективность? То есть это нужно, еще раз повторяю, осознавать. Это принципиально. Ну и теперь немножко о первом препарате, который появился в этом поле. МВАК действительно показал свою эффективность у тех ПКВ пациентов, которые, по сути, были не то, что обречены, они не стали не обречены. Но, тем не менее, появилась возможность действительно повлиять на процесс. Но не в том смысле, что вылечить всех больных. А появилось, наверное, осознание того, что за счет современной иммунотерапии ряду пациентов, которые реально отвечают на эту терапию, мы можем дать значительные выгоды. Потому что в абсолютном большинстве работ показано, что те пациенты, которые отвечают на препараты современной иммунотерапии, у которых есть ответ, этот ответ сохраняется длительно. И ответ дает возможность этим пациентам для более продолжительной жизни. К сожалению, у нас нет этих критериев на сегодняшний день. И это вторая, наверное, задача, которая решается, идет поиск. И сейчас запущены ряд исследований, где именно определяются старификационные группы для выбора показаний к этим препаратам. И вот определение этой узкой группы когорта пациентов, в котором показано это лечение, будет, и будет, наверное, найдена золотая середина кому что и когда. Если говорить о немоге, то эффекты его первые были показаны в 275-м протоколе Checkmate, где во второй фазе было набрано 210 пациентов, и во второй линии после препаратов цисплатины была продемонстрирована его эффективность. И также, на мой взгляд, чрезвычайно интересный протокол 0.32, потому что здесь уже на сегодня впервые показаны для рака мочевого пузыря эффекты комбинированного лечения как блокатор ПДЛ, так и блокатор СТЛ-4. Протокол Checkmate 275. Еще раз повторю, что это метастатические пациенты, уротелиальный рак, прогрессирование заболеваний на фоне предшествующей терапии препараты платины и с возможностью типирования по ПДЛ-1, что во всех большинстве протоколов является принципиальным, хотя при том, при всем никакой ясности на самом деле до сих пор нет, ну и только разве что при раке почки Немулумаб продемонстрировал зависимость от экспрессии ПДЛ-1. Был выбран режим Немулумаба 3 мг на килограмм внутривенно один раз в две недели, который, в общем, показал достаточную эффективность по сравнению с историческим максимумом медиана выживаемости 8 месяцев. В группах с ПДЛ-1, да, кривые расходились, там же экспрессия была больше, но, тем не менее, достоверных различий не показано, и самое главное, показано, что на самом деле ответы есть и в той, и в другой группе пациентов, и с высокой экспрессией, и с низкой экспрессией. То есть мы не можем пациентам с низкой экспрессией отказать от лечения, потому что среди них все равно будут те пациенты, которые хорошо отреагируют на это лечение, поэтому подобное расхождение кривых не должно быть поводом для отказа. Ну и токсичность. Понятно, что токсичность значительно ниже, чем при химиотерапии, но при этом надо помнить, что это совершенно специфическая токсичность, о которой мы много тоже сегодня говорим, потому что это чрезвычайно интересно. Это отличается от привычной токсичности при химиотерапии и требует дополнительных достаточно знаний в развитии аутоиммунных заболеваний в различной локализации. И следующий протокол – Чекмейн-032, где было уже три группы пациентов, получающие неволумаб в той же практической дозировке, и неволумаб с эпилолумабом в двух вариантах. Это был местно распространенный или метастатический рак мочевого пузыря, предшествующая терапия на основании платья и дополнительного пеностатического рака уротеля или рецидив в течение одного года после неадьювантной или адьювантной терапии на основе платины. То есть пациенты, получающие неадьювантную терапию при радикальной цистоктомии с рецидивом, также попадали на различных этапах в течение года в это лечение. То есть, по сути, все больные тоже получали предшествующую, по сути, химиотерапию. Из характеристики пациентов, наверное, важно то, что количество предшествующей химиотерапии у этих пациентов было достаточно велико. Два и три линии химиотерапии эти пациенты переносили. То есть, понятно, что это пациенты, уже получившие то, максимально то, что на сегодняшний день было им необходимо. И вот в этой ситуации, когда, по сути, все варианты исчерпаны, предлагалась следующая линия лечения. Здесь, наверное, тоже целесообразно показать то типирование ПДЛ-1, опухолевые ткани, которые проводили иммуногистохимические. И были выделены четыре группы, но затем в анализе ограничились точкой больше или меньше 1% экспрессии в ПДЛ. Много, мало на сегодняшний день этого никто не знает. И у каждого производителя на сегодняшний день тест-наборы свои. Определение экспрессии индивидуальное. И так FDA приняла Соломоново решение для того, чтобы разрешить эту проблему, что если мы начинаем лечить пациента каким-либо препаратом, то именно тот тест-набор мы и должны на сегодняшний день использовать. Насколько это правильно, нет. Время покажет. Наверное, все-таки должна быть какая-то универсальная система типирования по ПДЛ-1 для всех препаратов и понимания. Но, наверное, это все-таки дело будущего. Если говорить по частоте ответов, я уже сказал, что самое основное, что и там, и там есть ответы, и ответ не зависит от ПДЛ-1. Другое дело, что их может быть несколько меньше в группе с меньшей экспрессией, но тем не менее и там есть полные, в том числе и полные ответы. И лишать этих пациентов возможности получить полный ответ на этой терапии на сегодняшний день нецелесообразно. Уровень объективного ответа был постоянным в подгруппах пациентов, выделенных на основе ключевых прогностических факторов. То есть это говорит о том, что и от тех прогностических факторов, клинических прогностических факторов, которые мы на сегодняшний день имеем, которыми располагаем и которые используем, пытаясь как-то определить тяжесть пациентов, опять же, различий не было. Независимо от этих факторов, везде были ответы, и пациенты реагировали на проводимое лечение. В этой же группе монотерапии неволумабом также продемонстрировано, что были пациенты как отвечающие, имеющие ответ, так и те, которые были, к сожалению, резистентны. То, о чем я говорил, основная задача – и разделить этих пациентов, осознать, кому реально целесообразна эта терапия. Ну и то, что, еще раз повторяем, что от Экспрессии ПДЛ-1 ответы не отличались. Всем пациентам возможно проведение данной терапии. И второй момент, о котором я тоже уже говорил, что те пациенты, которые испытывали ответы, у кого был хороший выраженный, то есть у кого был ответ на проводение на лечение, этот ответ продолжался длительно, то есть сохранение эффекта на протяжении времени. Выживаемость без прогрессирования 2,8. Для той ситуации, о которой мы обсуждаем, это исторически достаточно высокие цифры. Опять же, если сравнивали без прогрессирования выживаемость в группах в зависимости от Экспрессии ПДЛ-1, достоверных различий не было, выраженного расхождения кривых нет. Общая выживаемость также достаточно высока, 9,7 месяцев для этой группы пациентов. И также каких-то различий у этих пациентов в общей выживаемости в зависимости от Экспрессии не продемонстрировано. Ну и оценивалось качество жизни. Абсолютное большинство, опять же, работ говорят о том, что применение этих препаратов приводит к повышению качества жизни этих пациентов, в том числе улучшению настроения, работоспособности, активности, что тоже для этих пациентов чрезвычайно важно. У нас была одна пациентка, которая длительно получала подобную терапию, более двух лет, и при этом она очень активно работала. То есть при том, что она поступила с выраженным болевым синдромом, но после этого она проводила свою последнюю передачу буквально за несколько недель до, к сожалению, летального исхода. Ну и о токсичности, по большому счету, мы уже сказали. Ну вот второй рукав, по сути, этого исследования, этого не лумаб, сыпили лумабом, и по большому счету это первые результаты для рака мочевого пузыря, комбинированные химиотерапией, сочетание двух препаратов с разным воздействием на этот путь сигнальный. Опять же, местно распространенные те же, ну та же когорта пациентов, которую мы обговорили, то же самое, это эти пациенты, тестируясь по ПДЛ, уже они были ограничены в группе той контрольной точки, о которой я сказал, и частота ответов также не зависела от, ну по сути, от той схемы, они были приблизительно одинаковые, были как частичные, так и полные ответы, но число их, в общем-то, ну так скажем, несколько все-таки больше, чем в группе монотерапии не в лумабом. И это также хорошо видно, уменьшение объема опухоли, то есть достаточно хороший эффект в группе комбинированного лечения при даже комбинации, то есть при комбинации и полилумаб в дозе 3 миллиграмма на килограмм. То же самое, но с меньшим все-таки распределением уменьшения опухолевого объема в группе, где и полилумаба дозировка была несколько меньше. Ну и опять же, та же длительность ответа у тех пациентов, которые хорошо реагировали на непосредственно применение терапии. Выживаемость без прегрессирования также не имела достоверных различий, но тем не менее, некоторое расхождение кривых в пользу схемы с полилумабом в 3 миллиграмма на килограмм. И общая выживаемость также достоверных различий между этими двумя группами не была продемонстрирована. Нежелательное явление, достаточно, в общем-то, приемлемый спектр токсичности, но тем не менее, конечно, в комбинации, когда используется ингибитор CTL4, токсичность гораздо выше. Наблюдался даже один летальный исход за счет пневмонита, который, по всей видимости, был, так скажем, не вовремя, наверное, диагностирован, не вовремя начатое лечение, или имел молниеносное течение, которое тоже возможно и привел к летальному исходу. Поэтому, конечно, группа с более, во-первых, неволумаба и группа, где ипиллумаб используется в меньшей дозировке, обладает несколько меньшей, может быть, токсичной, но тем не менее, токсичность достаточно выраженная, и в том числе возможна летальность, что очень важно помнить, и вовремя диагностировать и начинать проводить профилактику. Спасибо. Спасибо большое. Александр Ильич, мы немного выбиваемся из графика. Я думаю, что если вопрос, мы их обсудим уже. Спасибо. 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 Спасибо.